Мстислав Храбрый, князь Новгородский, 1212-1219 годы. Великий князь Всеволод III имел много детей, и по этой причине предки наши называли его Великим Гнездом. У него было шесть сыновей – Константин, Георгий, Ярослав, Владимир, Святослав и Иоанн. Всех их он любил с одинаковой нежностью. Весело и богато праздновал он рождение каждого из них, но еще веселее, торжественнее – постриги их. Вы удивляетесь этому слову, милые читатели? И, верно, не понимаете его. Слово «постриги» значило в старину праздник первого обрезания волос у мальчика, когда ему исполнялось четыре года. Предки наших почитали обрезание важным обрядом. Оно означало, что мальчик, которому при епископе, боярах и гражданах стригли волосы, и которого потом сажали на лошадь, вступал в звание гражданина и воина. Чем знатнее были родители, чем нежнее они любили сына, тем богаче были постриги малютки. Но никто не давал таких пышных перов при этом, как Всеволод Третий. Он угощал всех князей союзных, одаривал их золотом, прекрасными лошадьми, дорогими одеждами. Одаривал и бояр своих мехами, позволял и народу пировать, веселиться на дворе княжеском. Когда же все сыновья великого князя выросли, стала приметна особая любовь его ко второму сыну, Георгию. Он даже назначил наследником своим его, а не старшего сына, Константина. Это послужило причиной ссоры между братьями, которая началась тотчас после смерти отца. Примирителем их был Мстислав Мстиславович Храбрый, князь знаменитый, добрый, великодушный. Дела его заслуживают особого внимания, и поэтому надо было рассказать историю его до того времени, как он помирил двух братьев. Вы видели, сколько беспорядков происходило в продолжении 37-летнего княжения Всеволода Третьего. Вы видели, что слабая нерешительность его не могла удержать повиновение князей Южной России, которые вовсе не считали его государем своим. В северных областях власть его была гораздо сильнее, так что он мог держать в страхе беспокойных новгородцев и по воле своей сменять князей их. Гордые новгородцы славились богатой торговлею. Всеволод Георгиевич знал, что препятствуя этой торговле, скорее всего, можно покорить сильный Новгород. И не ошибся. Когда он начал мешать новгородцам купцам торговать в России за морскими товарами, а чиновникам разъезжать по Двинской земле за податями, воленные люди, чтобы умилостливить хитрого князя, вынуждены были выбрать государем своим одного из сыновей его, Святослава. Всеволод только того и ждал. И с тех пор начались несчастья Новгорода. Вместе с четырехлетним Святославом Всеволодовичем приехали в Новгород опытные владимирские бояре, управлявшие новгородцами от имени маленького князя. Много терпели несправедливостей обид граждане новгородские от этих приезжих бояр, но не смели жаловаться, потому что боялись терпеть еще более. Надеясь на Бога, они ждали помощи от одного его. Эта надежда не обманула их. К ним явился защитник, сын прежнего, любимого князя их, знаменитого Мстислава Храброго. Также Мстислав и также названный потом Храбрым. И счастливым. Этот молодой князь, горячо любивший свое отечество, с печалью смотрел на беспорядки, происходившие во всех областях его, и решился употребить все свои силы, чтобы поправить расстройство и примирить, сколько можно князей. Дела было довольно-таки много до него. Беспорядки были и в Киеве, и в Галиче, и в Новгороде. Прежде всего он отправился в этот город и объявил себя защитником новгородцев, которые с восторгом, принимая нового государя, называли его своим спасителем. Отцом, своим воскресшим Ярославом. Он усмирил бояр Владимирских и отправил их вместе с маленьким Святославом к великому князю. Потом защитил земли новгородские от нападения немецких рыцарей-литовцев, принудил чуть заплатить обычную данью Новгороду и, наконец, приведя все в порядок, объявил на вечи, что он должен идти в Южную Россию, где венгры, поляки и Олеговичи безжалостно мучили бедных жителей. Новгородцы со слезами расстались с князем, благодетелем Отечества их, и призвали на престол свой зятя его, Ярослава Всеволодовича. Но как он был не похож на доброго тестя своего, Ярослав думал, что одна строгость может удержать повиновение беспокойных новгородцев. И довел эту строгость до такой жестокости, что во время случившего там голода выехался семь семейств своим в торжок и не послал в столицу новгородскую ни одного ввоза с хлебом. Добрый Мстислав Мстиславович, услышав о делах зятя, приехал утешить новгородцев. Он надеялся, что успеет помирить их с Ярославом, но этот строгий князь не хотел и слышать о мире. В то время отца его великого князя Всеволода Третьего уже не было на свете. А у двух старших братьев Константина и Георгия началась та ссора за великокняжеский престол, о которой вы читали в начале этого рассказа. Войско Георгия было многочисленнее, и всем казалось, что победа будет на его стороне. Он обещал помогать и меньшему брату своему Ярославу в войне с Мстиславом и новгородцами, но в то же время и Мстислав обещал возвести Константина на престол великокняжеский, если он поможет ему усмирить зятя. Константин Всеволодович явился с полками своими. Сначала благоразумный Мстислав старался всеми силами уговорить князей не начинать междоусобной войны, которая бывает всегда величайшим злом для государства. Ласково просил их признать великим князем старшего брата и возвратить новгородцам взятых у них Ярославом города. Но гордые князья с насмешкою великою отвечали, что они со своими храбрыми суздальцами могут противиться всем русским вместе, а Новгород закидают и одними седлами. После такого дерзкого ответа они созвали к себе шатры воевод своих, приказали им не щадить в битве никого, а убивать всех без разбора и, думая непременно завоевать всю Россию, они уже делили ее между собою. Георгий письменным договором определил, какие области достанутся братьям его, какие останутся за ним, и, окончив эти распоряжения, послал сказать Мстиславу и Константину, что он и брат его Ярослав хотят сражаться с ними на Липецком поле. Заметьте, милые читатели, как Бог всегда наказывает людей гордых и слишком надеющихся на себя. Георгий и Ярослав пришли на Липецкое поле, думая непременно победить неприятелей своих. И вместо этого они были побеждены сами. Новгородцы и полки Константиновы под начальством Мстислава показали редкую храбрость. Неприятели вскоре побежали от них и на каждом шагу оставляли мертвых. Победители гнались за ними, не щадя никого. Ярослав ушел в свой Переославский удел и в гневе умертвил там многих купцов новгородских. А Георгий прискакал во Владимир, напрасно умолял он владимирцев защитить его. Спустя два дня пришел к ним Мстислав, и все покорились ему и Константину. Георгий, выезжая из столицы, с горестью великой жаловался на Ярослава и винил его в несчастье своем. Но доброму Константину горестно было видеть брата в изгнании. Через несколько месяцев он призвал его к себе и, чувствуя свое слабое здоровье, объявил его своим наследником. Между тем, храбрый Мстислав во второй раз простился с новгородцами. Хотите ли послушать, милые читатели мои, как говорили тогда князья новгородские со своими подданными навечеих? Вот немногие слова Мстислава. Клане святой Софии, гробу отца моего и вам, добрые новгородцы, чужие народы владеют знаменитым княжеством Голицким, я хочу изгнать их, но вас не забуду и желаю, чтобы кости мои лежали у святой Софии, там, где покоится родитель мой. Он точно исполнил свое намерение и вскоре по приезде в Галич развеял как пыль многочисленных врагов этой несчастной земли. Главными из них были венгры, поляки, которые, убив самым жестоким образом Игоревичей, посадили на престол их двух соединенных браком детей – Коломана, сына короля венгерского, и Соломею, дочь короля польского. Таким образом, венгры и поляки уже совсем завладели наследством детей Романа Мстиславовича, короновали Коломана и Соломею, как короля и королеву Галичских. И между тем, как их величество занимались своими игрушками, бояре их управляли, как хотели, делами государственными. Своевольство их дошло, наконец, до того, что они хотели переменить и греческую веру, галичан, на латинскую. И уже выгнали наших священников, и принуждали всех русских сделать сакатоликами. Вот это притеснение православной веры нашей заставило Мстислава Храброго поспешить как можно скорее на помощь к бедному народу Галецкому. Для героя, прославившегося делами необыкновенными, нетрудно было победить расстроенное войско венгров, не имевших опытного начальника, унять своевольных бояр и взять в плен маленьких государей их. Галичане, благословляя своего избавителя, называли его своим красным солнышком, а епископы русские, возвращенные им на родину, возвели его на престол Галлицкий. Но вы, верно, ожидали, что добрый и справедливый Мстислав отдаст это княжество Даниилу, законному наследнику Романа. И это желательно было бы потому, что Даниил, еще будучи ребенком, подавал отличные качества своими прекрасными надеждами быть со временем князем знаменитым. Но Мстислав храбрый имел тот недостаток, который имеют почти все добрые и откровенные люди. Он был легковерен и, не умея лгать, думал, что и все люди говорят правду. Хитрые бояре Галлицкие, подкупленные венграми, старались воспользоваться этой слабостью и уверили его, что народ не любит Даниила и что мир с королем венгерским гораздо выгоднее для Галича, нежели война с ним. Мстислав сожалел об этом, потому что любил Даниила и даже отдал за него дочь свою. Но чтобы не ссориться с венграми, не только отпустил Венгрию, Коломана и Соломею, но и сговорил другую дочь за меньшего сына короля венгерского и обещал дать за нее в приданное Галич. Это была важная ошибка Мстислава, ошибка, которая причинила вскоре новые беды Галичанам. Даниила Романович, уважая отестя, не роптал на него и остался князем только в Волыне.